В Верхней Волжье особое внимание уделяется развитию туризма. Самыми известными местами посещения туристов, отправляющихся в тур по Твери и Тверской области, являются достопримечательности на берегу Волги. В частности, один из главных символов столицы Верхней Волжья – Староволжский мост. Он был открыт 8 сентября далекого 1900 года. И с этого момента с ним связано немало легенд. Переправа через Волгу находится здесь с петровских времен. По легенде, сам государь остановился на переправе и спросил торговок, почем пучок зелени. Те, в свою очередь, сослались на дороговизну перевозок через реку. И царь приказал навести понтоны. Ровно через 200 лет открылся единственный на тот момент мост через Волгу. На сегодняшний день Старый Волжский мост – одна из главных достопримечательностей Твери. Мост опирается на четыре основания и состоит из трех пролетов. Издалека он напоминает цепную висячую конструкцию. Но на самом деле в его основании консольные формы. Часть нагрузки была перенесена на чугунные отвесы. За счет этого центральный отрезок моста удалось облегчить. Напротив двух речных опор находятся пики, соединенные поперечными арками. Что делает сооружение еще более изящным. Своими очертаниями Старый Волжский мост напоминает мост Свободы в Будапеште, который построили на пару лет раньше Тверского. Министерство путей сообщения Российской империи заказывает инженеру Тачинскому проект постоянного моста через Волгу в 1895 году. Два года делается проект. В 1897 году на средства Министерства путей сообщения Российской империи 480 тысяч рублей. По счету на наш курс это где-то между полумиллиардом и миллиардом рублей по современным деньгам. Часть денег больше выделяет Министерство путей сообщения Российской империи. Часть денег город совещается, предприятие города. Так как мост очень выгоден не только трассе Москва-Петербург, но и самому городу. Значит дает городу ускорение процесса строительства. В результате строится он всего три года. Это достаточно быстро. Под руководством уже австро-венгерского инженера Машика. И от Министерства путей сообщения Российской империи все курирует граф Отто. 8 сентября 1900 года состоялось торжественное открытие моста. Во время Великой Отечественной войны в октябре 1941 года Калинин был оккупирован немцами. Спустя два месяца в декабре мост был взорван немецкими войсками при отступлении из нашего города. Для быстрого налаживания транспортного сообщения между двумя берегами Волги старый мост был лишь временно восстановлен. Калинин уже освободили от противника, но на других фронтах война еще продолжалась. Поэтому в ход пошли полумеры. Уже 28 марта 1942 года по нему вновь запустили трамвай. Полноценное восстановление моста было произведено намного позднее.